Нанесение дорожной разметки наше предприятие традиционно начинает заниматься в начале апреля. Как правило, это к первым праздникам, это 10 апреля, день освобождения города. Мы начинаем со стороны 411 батарейли, потом площадь 10 апреля, Ледевсовский бульвар, монумент к неизвестному макросу и после этого начинаем. Как правило, уже к этому времени погода установилась, то, что по стандарту должна быть температура асфальта не ниже 5 градусов, влажность не выше 80%, мы начинаем рассеять полномерную разметку по городу. В этом году у нас, согласно наших планов, из того, сколько мы купили краски, мы составили план, кстати, мы его утвердили вместе с другими службами, потому что, к сожалению, не только КПС, вернее, КПСМА отвечает за неносение разметки, но для того, чтобы не внести, дорожное покрытие, соответственно, должно быть в надлежащем состоянии. Всегда возникают проблемы, не всегда дорожники успевают быстро отремонтировать дорожное покрытие, плюс погодные условия. Значит, мы запланировали порядка 45 тысяч квадратных метров на весь город. По состоянию на понедельник, можно говорить на сегодня, сделано порядка 39,5-40 тысяч квадратных метров, то есть остается не так много, но весь август месяц у нас, по традиции, как правило, мы занимаемся тем, что мы обновляем конкретно пешеходные переходы, зебры, пеликаны, где они есть на светофорных объектах, возле школ, возле учебных заведений, возле детских садов, ну, то есть готовимся к 1 сентября. Вот нам на данный момент нам остается закончить Приморский район. Буквально день-два мы заканчиваем Приморский район, и потом дальше идем по плану, заканчиваем по всему городу разметку. Идем так достаточно хорошо, согласно графику. Он у нас, в принципе, рассчитан по конец октября, по где-то середине ноября, но я думаю, что мы в сентябре уже закончим.